Тумсо, в России уже несколько веков подряд после лысого правителя приходит волосатый. Означает ли это, что в 2024 году президент РФ станет Катыровым? Слушай, не знаю. Поживем, увидим. Мы равноправное общество, но у нас свое понимание этого слова равноправия. У нас у мужчин есть свои права и обязанности, и у женщин есть свои права и свои обязанности. Посуду моет жена, а значит, готовит муж. А завтра готовит жена, а посуду моет муж. Всем ассаляму алейкум, братьям, поверьте. Вопрос братьям чеченцам. В исламе есть ваш адат? Где мужчины вокруг танцуют и входят в транс? Ответьте, пожалуйста. Алейкум ассалям. Я не понял вопроса, что значит в исламе есть ваш адат. Это как понять? Когда люди танцуют и входят в транс, это не имеет отношения никакого к исламу. Такое происходит на различных обрядах заблудших нововведенцев, типа суфиер. Они называют это зикрами. Такое происходит на концертах. Допустим, у продиджи люди... Когда концерты продиджи были в конце 90-х, в начале нуевых, там люди в такой транс входили, который с суфиями не снился. Поэтому, ну, это вещи, которые не имеют отношения к исламу. Они имеют отношения к концертам, к клубам ночным, там, к каким-то заблудшим сектам. Это к ним применимо. Так, кратко ответил на мой вопрос. Сердечно тебя благодарю за это. Есть ли у тебя мнение по поводу неприличной безработицы в Чечне? Думаешь, это создано искусственно или так получилось? Я думаю, что это результат абсолютного бездарного управления. Иначе быть не может. Посмотрите, кого ставят мэрами и главами администрации. Ставят людей, которые, в принципе, не то что там не умеют создавать рабочие места, там правильно работать. У них IQ никакое. Допустим, возьмите сейчас нового этого мэра Хасмагомед Кадырова. Ну, приблизительно, что он может, допустим, для этого города сделать как мэр? Какие он может создать рабочие места? Какие инвестиции он может привлечь? Ну, понятно, что это, в принципе, невозможно. Какой дирижер, такой и оркестр. Поэтому у нас строятся рестораны, дома торжеств, парикмахерские открываются. И вот это, наверное, все, что... Все эти рабочие места, которые создаются. У нас никаких предприятий, никакой там индустрии, ничего не развивается. Томсор, скажи, пожалуйста, свое мнение насчет того, что творится сейчас в России с жизненно важными ресурсами, как вырубка леса, ну и так далее. Целенаправленно ли это? Я думаю, там просто разуровывается все. Люди зарабатывали деньги. В России мало кого волнует экология. Будущее этой территории. Там сегодня власть занята обогащением. Поэтому ситуация с сохранением окружающей среды, она просто отвратительна. Это, знаете, на вот этом контрасте, это очень хорошо видно бывает, когда ты видишь, как в Европе заботятся об окружающей среде. И ты вспоминаешь подобное положение в России, ты понимаешь, насколько там всем плевать. Здесь, в Швеции, если, допустим, человек... Вот, например, здесь есть проблема, что на дорогах часто можно сбить лося. Лоси выходят, переходя эту дорогу. Они могут просто выйти на трассу и как вкопан, и тупо встать, замкнуть. Есть такая особенность в лося. И когда ты сбиваешь лося, это всегда очень такой серьезный ущерб и для твоего автомобиля, и для здоровья. У него же длинные ноги, и они бывают крупные. И так получается, что машина попадает именно в ноги, и этот лось, он прям всем своим корпусом влетает тебе в лобовое стекло. В общем, сильно очень бывает урон. И бывают очень часто эти случаи, что сбиваются лоси. И вот когда ты, например, сбил лося, и он не погиб от этого удара. Он, например, скачал и убежал. Но он, разумеется, ранен. Здесь целая процедура. Человек, водитель, который попал в это ДТП, он должен позвонить в полицию, сообщить, что произошло ДТП. Он сбил лося, но лось, значит, не умер, он ушел. Все, фиксируется место, где это случилось. После этого туда высылаются охотники, которые, значит, садятся на след этому лосю, выслеживают его, находят. Далее оценивают его состояние. Если его можно вылечить, поставить на ноги, они его лечат, усыпляют, доставляют там, куда надо, или на месте оказывают ему необходимую помощь. Если же выясняется, что он выздороветь у него не получится в диких условиях, например, там у него сломана челюсть, то есть он не сможет питаться, то его убивают. И после этого, этому человеку сбившему, приходит письмо с отчетом по проделанной работе, что, то есть, было сделано, что этого лося мы нашли, он оказался не... Ну, в общем, там, травмы были очень серьезные, вылечить его не получилось, поэтому мы вынуждены были его усыпить, там, или пристрелить. Приходит, понимаете, целый отчет, то есть работает целая система над тем, чтобы вот этого одного лося, чтобы его жизнь спасти или облегчить его мучения. Он настолько, как бы, заботится. Это я сейчас пример привел на лосе, а здесь во всем так. В природе, там, в деревьях, во всем. А теперь представьте, как это работает в России. Сбил ты там какого-нибудь оленя, лося, или что? Ты не думаешь, что чеченцы ставят во главе всего храбрость и силу, проигрывают в интеллекте и легко управляем? Может, стоит понять, что образование важнее силы и инстинкта бросаться в драку? Чуть что. Нет, я это прекрасно понимаю. И да, как бы, сегодня государственная машина работает таким образом, что прививает людям вот эту ценность, что есть только ценность силы, а никакого интеллекта ничего не нужно. Мы видим, что, допустим, за победу в октагоне дают там автомобили, квартиры, деньги, всячески это поощряется. Человеку дают успешность, если он победил в октагоне. А если ты, допустим, олимпиаду по физике, по математике, по IT-технологиям, вообще вы слышали, чтобы у нас в Чечне какие-нибудь подобные мероприятия были, чтобы кто-то там что-то такое выиграл, его как-то поощрили, чтобы вот эту вот успешность показали. Нет, ничего подобного не бывает. А ведь эти победы тоже есть. Бывает, что там чеченская девочка, например, по-моему, в Бельгии, в Бельгии, кажется, был конкурс каких-то таких вундеркиндов детей, выиграла чеченская девочка, вы где-нибудь видели, чтобы там ее чествовали, чтобы ей подарили клотиру или машину. Это проблема, с которой нужно, конечно, бороться, но это государственный ресурс для этого нужен. Мы используем те ресурсы, которые у нас есть, то есть мы об этом можем говорить, мы можем людей как-то мотивировать, призывать их к тому, чтобы они развивались. Но вот эта вот такая действенная мотивация, то есть финансовая поддержка этих людей, подарки, для этого нужно иметь как минимум либо хороших спонсоров, ну либо нужно иметь государственную машину в своих руках. У нас этого, к сожалению, нет, поэтому мы просто продолжаем призывать. Тумсо, привет! Я служил в армии с чеченцами, и чеченцы отказывались убираться вообще, ссылаясь на то, что это не мужское занятие, и этим на родине у них занимаются женщины. Почему они так делают? Потому что в армии и в тюрьме это, в принципе, считается зазором убираться. Поэтому они не убираются и правильно делают. А так у себя в домах чеченцы убираются, когда есть такая необходимость. И убираются, я про мужчин говорю, остававшиеся, например, одни, и убирают свои дома, и готовят себе, своим друзьям. Так в целом, конечно, в чеченском обществе есть такое разграничение правил. У нас не равноправное в понимании европейских людей общество. То есть у нас не так, что у мужчин и у женщин равные права. У нас не так. Мы равноправное общество, но у нас свое понимание этого слова равноправия. Не такое, как у других обществ. У нас у мужчин есть свои права и обязанности, и у женщин есть свои права и свои обязанности. Поэтому в чеченском обществе не принято, чтобы, допустим, если в семье есть женщины, то чтобы мужчина, например, убирался. Это не... Ну, это зашкварно. Это будет воспринято как позор. Такие вещи делать нельзя. Поэтому, ну, такой вот менталитет. Если где-то, например, скажем, здесь в западном обществе нет проблем с тем, чтобы муж и жена, например, некую очередность у себя разработали. Например, сегодня посуду моет жена, а готовит муж. А завтра готовит жена, а посуду моет муж. Это в порядке вещей в западном обществе. В нашем обществе такое как бы недопустимо. Это может быть... Это не значит, что они там, если муж и жена как бы у себя внутри там, они сами что-то для себя придумают. Муж там помоет посуду, например, жена его попросила. Это как бы их внутренняя тема, если мы об этом не знаем. Но это вещи, которые не могут стать достоянием общественности. Если об этом узнают, как бы это зашквар. Но это таков менталитет. Есть много таких моментов, которые в чеченском обществе это прописано в ДНК. Мы как бы воспитываемся так, мы знаем, понимаем эти вещи на каком-то... Без слов как бы. Нам не нужно это рассказывать. Нам не нужно детей учить этому. Они как-то впитывают это вот, просто общаясь друг с другом там в нашем обществе. А в западном, например, на это посмотрят и подумают. Что за дикость, почему так? Допустим, женщина, если жена, например, за рулем, а муж сидит с ребенком в машине, для чеченского общества это зашквар. Такое, ну, недопустимо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok